Всем огромный привет и рада видеть вас на своем канале. Сегодня мое видео будет посвящено пустым баночкам. Я люблю снимать такие видео, а вы любите их у меня на канале смотреть. Поэтому оставайтесь со мной и желаю вам приятного просмотра. Честно говоря, у меня сегодня такое настроение, хочется очень сильно ругаться. И я думаю, что эти пустые баночки не стоит повторять ни в коем случае. И я вам честно о них расскажу свое мнение и постараюсь вас предостеречь от ненужных и крайне неудачных покупок. И начнем мы, пожалуй, с моего очень любимого, уважаемого крайне бренда. Это Миксит и очень неудачных продуктов. У меня из Миксит было неудачных продуктов. Да, по-моему, вот это и все. Но это заслуживает того, чтобы оказаться в этом видео. Потому что крайне неудачные продукты. Точнее, это продукты из, грубо говоря, одного набора. Это антицеллюлитное обертывание. Здесь у меня непосредственно сама банка с обертыванием. Это обертывание Total Control. Эффективное обертывание, экспресс-похудение для тела. Здесь 250 грамм. То есть весь такая баночка. И она у меня практически целая. И также крем из этой же серии Total Control. Здесь в креме у меня 150 грамм. А обертывание выглядит вот таким вот образом. То есть это достаточно такая густая консистенция. Маска вы это наносите на бедра. Пахнет это... Пахло это поприятнее. Пахло так средненько какими-то травами и ментолом. А сейчас это так слегка прогорклым маслом пахнет. То же самое сам крем, посредственно Total Control. Он пах цитрусовыми. Вот. На данный момент он тоже как-то прогорклым испорченным кремом пахнет. Мне это обертывание вообще не понравилось. Оно отвразительно. Оно не... Я не скажу, что это обертывание плохо работает. Потому что я его не смогла протестировать нормально, адекватно. Потому что оно безумно холодное. И вот чтобы вы понимали, насколько оно холодное, я наносила это один раз на свои бедра. И я лежала под двумя одеялами. Я лежала в толстых леггинсах. Мне было не согреться после того, как я смыла это обертывание. Не обращайте внимания. У меня на заднем плане играет котенок. Если вы услышите какие-то звуки, то... Это котенок. Так вот. Что касается эффективности данных продуктов, я ничего не могу сказать. Просто мне не удалось нормально их протестировать. Просто это обертывание просто безумно холодное. Это что-то нереальное, нечеловеческое. Это просто какая-то адская пытка в концлагере. Потому что я нанесла это на свои бедра. И я лежала в леггинсах. Я лежала под двумя одеялами. Мне было не согреться после того, как я смыла все. Это реально очень холодно и очень ужасно. Но больше всего повезло моей маме, потому что она это все нанесла в бане. А это ментол. Это еще больше, так сказать, вот этот раздражающий эффект холода на вашу кожу. Это просто вообще нереально выдержать. И самое ужасное, что это продолжается и после того, как вы смоете это обертывание. Поэтому продукты у меня просто-напросто не получилось протестировать, потому что это невозможно выдержать нормальному человеку. И более того, я честно не советую именно вот данную версию Total Control, потому что, ну, если вы себя любите, если вам себя хоть немножечко жалко, то ни в коем случае не советую это обертывание. Следующий продукт у меня это биочистка. У меня вариант для сухой кожи был. Биочистка нежная. Это минерально-солевой комплекс для умывания и глубокой очистки для сухой нормальной кожи. Также сюда же попадает биомаска вокруг глаз, снимает отеки, осветляет круги под глазами, подтягивает кожу вверх. Эти продукты были безумно популярны где-то, наверное, года три назад. И, честно говоря, их огромный минус, то, что они вот в таком вот сухом варианте. Именно поэтому они попали в этот список. Это я не повторю никогда. Честно говоря, эти продукты, может быть, сами при себе неплохие, рабочие, но самое главное то, что они в таком сухом формате. Это мне абсолютно не нравится. Вот сам вот этот процесс приготовления этой непонятной жижи, потом нанесение на лицо, это все неудобно, оно все странное. После этого маска, она вообще какая-то непонятная. И все это крайне неприятно, некрасиво. Все вот это вот долго, муторно, все грязно. И поэтому эти продукты мне не подходят. Я считаю, что продукты похожи эффективности. Можно найти и в других марках, где это сделано в более адекватном варианте, где это все будет работать, при этом не будет приносить дискомфорта. Поэтому вот эти продукты я вам не советую и сама их повторять не собираюсь. Следующий продукт это крем. Крем также антицеллюлитный. Я прям сегодня против антицеллюлитных продуктов. Этот крем у меня был из тайской посылки. Это марка Исме. Если мне не изменяет память, это наоборот уже горячий крем. Мне он не понравился своим жутким запахом. Этим запахом можно травить тараканов. Поэтому я попробовала использовать его несколько раз, после того, как мне стали делать замечания домочаться, что Маша, чем у нас так плохо пахнет, что-то у нас испортилось, или что, откуда этот жуткий зловонный запах. После этого я перестала им пользоваться, потому что, честно говоря, когда на тобой стебутся дома, это очень обидно, и никакой целлюлит этого не стоит. Любите, девчонки, себя. Любите свою попу. Ходите в спортзал и не мучайтесь вот с такими вот штуками. Это мой огромный вам совет. Следующий скраб у меня от Клеона. Огненный с перцем, с маслом базилика, разогревающий. У меня все продукты, кстати говоря, вообще практически либо только начатые, либо не законченные, но ничего из этого я даже не пыталась добивать. И данный скраб я тоже не пыталась добивать. Он очень странный в консистенции. Я бы его вообще скрабом не назвала. Это какое-то месиво непонятное, которое вы распределяете по коже, но ничего не отшелушивает. Я этот продукт никому не советую, потому что эффекта ноль. При этом все грязное, ванна грязная, вы грязные, никому это не нужно. И на рынке очень большое количество эффективных скрабов, которые действительно будут работать, а это нет. Также в немилость мне сегодня попался скраб от The Body Shop. Это скраб у меня был из подарочного набора с клубникой. Скраб очень прикольный, красивый, но это не более чем баловство с сладким запахом, потому что он не очень хорошо отшелушивает кожу, при этом его здесь мало, но и полноценную версию я бы не стала брать. В общем, для меня данный скраб от The Body Shop это не более чем дорогое баловство с вкусными отдушками, потому что вообще не работает, не очень хорошо отшелушивает кожу, запахи у них очень насыщенные, даже, мне кажется, могут кого-то раздражать, поэтому нет, вообще нет. Следующее, что я не куплю никогда, это будут дезодоранты от DAF. Не люблю, не хочу, не буду повторять. Если вот этот, еще свежесть гранаты, лимонные вербены, еще, но он, в принципе, средненький, то есть у него средний, средний приятный аромат, он средненько так работает, ну, еще хоть как-то терпимо, то вот этот Cotton Soft, мягкость хлопка, антиперспирант, 0% спирта, здесь защита 48 часов, это я не советую никому. Точнее, если вы кого-то очень сильно не любите и хотите ему напакостить, подарить ему этот дезодорант, его все черные вещи полетят вообще в тартаро-рым, он их не сможет очистить вообще никогда от этого адового дезодоранта. Это просто какая-то жуть, это какой-то мерзь, и вообще у него жуткий такой едкий запах, то есть он как бы, по идее, должен быть очень ненавязчивый, там запах хлопка, чистоты, свежести, жуткий, отвратительный запах, просто вот бьющий в нос сразу же, при этом он пачкает, безумно пачкает вот этим белым налетом все черные, темные вещи, он везде оставляет следы, и с этим вообще никак невозможно бороться, он все вокруг пачкает, у него какой-то странный распылитель, и вообще это просто адовая какая-то хренотень, не советую. Следующая моя звезда пустышек, это марка This, восстановящая бальзам маска репейная, честно говоря, я бы сюда же добавила и масло репейное от этой марки, и шампунь от этой марки, все однотипно отвратительное. Во-первых, у них жуткий запах, то есть, вот представьте запах репейного масла, он как бы на любителя. Вот это еще хуже, раз в 10, чем непосредственно сам запах репейного масла. То есть это что-то насыщенное, жуткое, прогорклое, непонятное. Также, мне средство вообще не понравилось, потому что оно никак не влияет на волосы, оно кисонькое. Нельзя биться головой об зеркало. В общем, эту гадость вообще невозможно никак использовать, она никак не укрепляет волосы, не избавляет от выпадения, она просто делает волосы очень стрёмными, реально, они очень жирные, некрасивые, неприятные, и при этом они не увлажненные, то есть я не знаю, как это они делают, но они очень непонятные, какая-то жирная пакля. Отвратительные средства, и шампунь из этой серии отвратительный, и вот это вот восстанавливающая бальзам маска отвратительная, и также масло, вот все у меня не пошло, все отвратительно, ничего не дает эффекта, только вот эти жирные, сальные, непонятные пакля какая-то на голове, а не волосы. Отвратительные, советую никому. Единственное, что вот эту вот, вот эту бальзам маску я доиспользовала, но не на волосы, точнее не на те волосы. Я использовала просто для бритья, поэтому эта штука у меня и закончилась. Ну, для бритья тоже у нее запах так себе, поэтому просто ничего больше не было в тот момент, а дойти действительно до улыбки радуги, это же такое сложное дело, мне не было ни дойти, и поэтому штука эта, к счастью, закончилась таким образом. Следующее средство у меня от Натуры Сибирика, это пенищееся масло для ванны и душа, мне его когда-то подарили. Я изначально как бы не испытала, скажем так, мне показалось это средство интересным, но я его не поняла сначала. То есть я ожидала, что это будет что-то наподобие бюджетной версии масла от Локситан для душа, или чего-то, какого-то варианта гидрофильного масла, только для душа, но, честно, средство не поняла, оно у меня так и не заработало, еще оно у меня в конце превратилось в какую-то мутную, непонятную жижу, которую вообще не хочется на себя наносить. Я это средство выбрасываю, и я его не поняла, и никому не советую. Итак, это все на сегодня, я вам рассказала про все, точнее, нет, не все, сейчас дальше расскажу. Рассказала вам сегодня про отвратительный продукт, который мне не понравился, это были худшие пустые баночки, еще в ближайшее время я вам расскажу о худших продуктах для волос, это у меня будет отдельное такое видео, которое очень запрашиваемое, уже много кто мне писал об этом, когда будут видео о средствах для волосах, поэтому в ближайшее время ждите, выйдет вам это видео об ужасных средствах для волос. И это все на сегодня, если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей, также обязательно подписывайтесь на меня в инстаграм, чтобы точно ничего не пропустить, я буду очень счастлива и рада, и плюсик вам в карму будет, если вы подпишетесь, и на инстаграм тоже, и все, всех вас люблю, целую, желаю вам поменьше разочарований среди косметики, вообще по жизни, и все, пока-пока, до встречи в следующих видео.